В заседании началось минуты молчания в памяти умерших от коронавирусной инфекции. Сегодня президентом страны объявлен день общинестного траура по погибшим от коронавирусной инфекции. Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, безвременно ушедших от нас. Были и потери среди медицинского персонала. К сожалению, на сегодня мы потеряли 5 человек. Сегодня указан президент Республики Казахстан, Хасим Жородким Миловичем Исаеву Олегу Николаевичу, заведующему отделением Кухштадтской городской многопрофильной больницы. Посмертно присвоено высшая степень отличия звания Казахстана и бегеры с ручением знака особого отличия золотой звезды и ордена АЛТАН. По состоянию на 13 июля в области зарегистрировано 1687 зараженных. Умерло 24 человека. Проводятся лечебные мероприятия в 10 инфекционных и 26 провизорных стационарах. На сегодняшний день в состоянии 23 человек тяжелое. Теперь стоит задача не допустить увеличение количества инфицированных. Для этого необходимо устранить дефицит лекарств. Как вы отметили, что по лекарствам действительно для лечения больных стационаров также имеется потребность в медикаментах. Сегодня уже возникает дефицит антибиотиков, антифоболианты, противокривовирусные, противовоспалительные средства. В мае месяце выделялось 1,8 млн. На средства наиболее в соблазном бюджете закуплено порядка 10 тысяч таблеток калорий, который именно в период, когда был дефицит, СК «Формация» не поставляла, мы его распределили по медицинским учреждениям. Проблема вызвана дефицитом лекарств. Это не полное исполнение своих обязанностей единственным дистрибьютором лекарственных средств – компания СК «Формация». Заявка на медицинские препараты на сумму 54 млн. тенге подана ранее. Однако поставка до сих пор не осуществилась. В целях восполнения потребностей заключен договор с компанией «Медсервис» на сумму 18 млн. тенге. В результате медицинские организации будут обеспечены лекарственными средствами на определенный срок. Для решения проблемы из областного бюджета выделено 71 млн. тенге. Вчера в столице приземлилось два самолета с медикаментами на борту от ТО «Инкар». В общей сложности 350 видов. Цены пока уточняются. После чего они будут распределены по аптечным пунктам. К слову, в области 352 аптеки. Ермик Маржикпаев пригласил представителей нескольких крупных аптек, а также провел открытый обмен мнениями по поводу дефицита препаратов. Фармацевты, в свою очередь, поделились проблемами, с которыми им приходится сталкиваться. В данное время, по сравнению с предыдущими месяцами у нас, на каждого фармацевтра увеличилась нагрузка в 3-5 раз. Товар мы получаем ежедневно. Ежедневно мы отгружаем по нескольку раз в розничные аптеки, в розничную сеть. Но дело в том, что товар очень быстро разбирают люди, очень много болеющих. Это одна проблема. И вторая проблема в том, что не всегда совпадает назначение, допустим, назначает врач ЦФ-3, допустим. У нас есть несколько его аналогов. То есть фармацевт не может по своему усмотрению сам заменить. Ему обязательно нам нужен рецепт или хотя бы устное подтверждение врача. Акимобласть, Ермик Маджикпаев внес эффективное предложение представителям аптек. Социально-предпринимательская корпорация Есили поставит лекарства, а аптеки смогут вернуть средства позже. Это облегчит транспортировку лекарственных препаратов. Заметим, количество покупателей лекарств за вчерашнего дня заметно сократилось. Носултан Ибраев, Ердигуль Дадбас, Алмаз Адвокасов, Копчек Парад.